Приветствую вас и давайте попробуем рассуждать так. Вот была должность. На должность претендовала вам ваша лучшая подруга. И по какой-то причине ее на эту должность не взяли. Ну, так получилось. Бывает. У жизни все было, да? Чем-то она не удовлетворила работодателю, чем-то они ее могут быть. То есть, ну, не сложилось. Теперь вам этот должность, теперь вам предлагают этот должность. Логично предположить, что естественной реакцией будет принятие предложения и, соответственно, начало замешения этой должности. Ваша подруга, если она действительно искренне хорошо, по-доброму относится к вам, за вас порадуется. Потому что уверен в себе сильный, самодостаточный человек не будет смешивать деловые отношения, рабочие, трудовые и дружеские, личные. И, соответственно, если ваша подруга воспримет негативно факт принятия вам предложения, это будет означать, что она подобные отношения смешивает. То есть, считает, что если вы приняли предложение о работе, то вы самым предали по другу по другу. Поскольку подобное отношение, являясь следствием неуверенности в себе, может проявиться и позже. То есть, если вы, допустим, избежите этой ситуации и сейчас, в данный момент, но, скажем так, поступите все же по-своему, по-своему. В будущем, то, рано или поздно, все равно между вами возникнет конфликт. Друзья, если они настоящие друзья, они всегда заинтересованы в том, чтобы каждый из них исследовал свои интересы. Я не помогаю защищать интересы друг друга. У подруги была возможность заместить эту должность, она не воспользовалась или у нее не получилось. Теперь, если у вас подруга ваша по-доброму за вас порадуется, если она настроена к вам искренне и позитивно. Ну, а если нет, значит, логично предположить, что ее отношение к вам не достаточно искренне, недостаточно позитивное. И я бы даже сказал, в этом смысле, его можно назвать коротным. А значит, такого человека рядом с вами держаться не стоит. То есть, прием на работу для вас лучше воспринимать, как проверку ваших отношений, проверку вашей дружбы. Ведь в жизни будут ситуации, когда вам на этого человека придется положиться, при условии, что он ваш друг. И лучше бы вам знать, как человек действительно к вам относится. Умеет ли он радоваться за вас в том, что не получилось у него. Именно эта ситуация, по сути, условие для истинного проявления дружбы. Для истинного проявления дружеского отношений. Вот и дайте возможность своей подруге его проявить, показать свое отношение к вам, а свои интересы. Понятно, что кроме вас, никто больше не защитит. Так что, предложение принимать, думаю, нужно однозначно в любом случае. Так как, если вы не примете его, то будете жалеть потом. И от этого получится еще больше негатива, чем если бы его приняли. Ведь упущенная возможность может и не повториться вновь. А друг, если он есть, он от этого никуда не денется. Потому что вы не предавали, вы не обижали, не оскорбляли, не унижали. А если друга не было и раньше, то лучше бы вам об этом знать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучше. Будьте благодарны.